Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свою программу. Сегодня у нас последний день лета календарного. Да, 31 августа и время в Чикаго ровно 12 часов дня, время в Москве ровно 8 часов вечера, ну а у Сергея Савченко, который у меня вот сейчас на экране, 23.00, то есть уже поздний вечер. Да, дорогие друзья, мы опять встречаемся, как всегда по средам в это время, мы встречаемся с руководителем русской школы Таро, Тарологом с почти 25-летним стажем Сергеем Савченко и тема у нас, те, кто слушают нашу программу, слушают их довольно много, они уже знают. Вот Сергей Савченко, конечно, еще об этом забыл, но я вам напомню, колесница, очень простой, простая такая карта с одной стороны, да, седьмой аркан, правильно? Ну, ваше познание второго потрясают. Я сам удивляюсь, я сам удивляюсь, ну, есть учитель, есть учитель, это я уже нашим радиослушателям, поскольку я обучался и продолжаю обучаться в русской школе Таро и получаю, чего я вам советую, получаю имейлы. И вот, глядя на эту карту, я первый вопрос, который хочу задать Сергею Савченко, почему-то там два сфинкса на первом, на переднем плане, ну, это второго уэйта, допустим, два сфинса, один черный, один белый. Имеет ли это какое-то отношение к Египту, где, как мы знаем, сфинкс играет довольно большую роль, и, в общем-то, я сейчас буду задавать вопросы, но вот так сказать, первый вопрос. Нет, конечно, нет, это имеет отношение к детской песенке «Жили у бабуся, два веселых гуси», один серый, один белый, два веселых гуси. Знаете, у нас есть реклама одного офиса, донтистского, два веселых зуба, один белый, один серый. Вот, вот. Да. Значит, идея, что там появились сфинксы, это очень поздняя идея, ее придумал Элипас Вивим. Зачем он это сделал, никто не знает, сфинксов он нарисовал, правда, как будто это не сфинксов, а коты какие-то. Я Вейт их перерисовал, но они у него вообще не идут, они у него лежат себе тихо, мирно, никто никуда не идет. На картах, на исторических картах, что только было не нарисовано, там были гуси, там действительно были на одной из колок, были изображены гуси, запряженные в тележку. Там были дельфины, там были рыбки, там были какие-то странные существа, которые якобы похожи на лошадей. Ну, кто это? Собачки или лошади? Ну, я знаю это почему. Я тоже, когда рисую лошадку, то не все узнают, что это лошадка, мне приходится ее подписывать. Они думают, что это некое инопланетное чудовище. Ну, не все понимают высокое искусство, тут с этим ничего не понимают. Конечно. Да. Вот, идея парной упряжки, это восходит, ну, так вот, чтобы не соврать, наверное, к третьему-четвертому тысячелетию до нашей эры. То есть, считайте, пять-шесть тысяч лет назад, когда была приручена лошадь, а потом через некоторое время были построены первые колесницы. Запрягали туда изначально не лошадей, сперва мы ездили на лошадях, на осликах, на моллах, вот, шумеры это делали. И вот это, ну, это потрясало тогдашнее воображение, когда там сколько-то колесниц, 20, 30, 50. Ну, по современным меркам это вот как авианосец. А вот, чтобы понять впечатление и военную мощь этого дела, это вот авианосец. А вот первое время, если приравнять к авианосец. Да, 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 того времени. Это даже не там. Это реально, это вот как авианосец. Он приплывает, и ты понимаешь, все, можно сдаваться. Хендер Хох там, сила. Даже был период в нашей истории, который был назван веком колесниц. Или эра, точнее это будет правильно, эра колесниц. Ария на колесницах завоевывает Индию. Эти самые хеты и египтяне устраивают битву совершенно жуткую. Две тысячи колесниц. Когда об этом думали, это же страшное дело вообще. Колесница по тем временам это высочайшее достижение прогресса. Все самые передовые технологии, все самые новые материалы, все самые новые военные способы ведения войны. Это все вот, это концентрация колесницы. И даром же колесница, она остается по сей день. Вот, колесница триумфатора, колесница победителя. Вот эти открытые машины, которые там не въедут, их чествуют, бросают там всякие бумажки из окна и так далее. Это вот оттуда идет, вот этот триумф, эта победа. К колесницу, это же технологически ее было сложно сделать. А теперь представьте, что вам ее надо содержать. Это вот как будто у вас, я не знаю, но опять-таки авианосец. То есть расходы сопоставимы по масштабам. И конечно колесница это богатство, колесница это слава, это почет, это триумф, это победа. Ну вот такие идеи колесницы. А потом к этому начинают прикручиваться еще всякие философические штуки. Вот у меня тут бумажка, но единственное, что у меня проблема, у меня мелкий шрехт и свет, я ничего не вижу. Да вы на память все знаете. На память-то я все знаю, я боюсь наврать просто. Короче, был у нас такой, а вот есть там Платон. Платон такой был. Странный человек такой Платон, да? Почему странно? Грек, обычный Грек себе был. Борец, кстати. Физически очень мощный дядька был Платон. И вот этот Платон написал много всяких текстов. Един из них называется Федор. В этом Федоре он рассказывает такую вот удивительную идею. Как раз он написывает, берет колесницу как метафор и начинает ее раскручивать. Значит, вот два коня, черный и белый конь, это как импульсы, которые у нас есть. Как вот позитивный, там белый импульс, и негативный, черный импульс. Эти два импульса, это вот как два порыва моей души, там, вверх и вниз. И вот я возница, да? Я держу эти ложи, и вот. Я управляю этой колесницей, это мой разум. Или колесница управляет мой, или она мне не подчиняется. Он там приводит сложную метафору, и потом эту метафору переносят на колесницу. И опять эти леви, это первый предложил этот вариант. И уже мы уходим от идеи этого триумфа, победы, завоевания и так далее. И уже мы приходим к идее обуздания, сдерживания своих порывов, контроля, контроля чувств, контроля разума, контроля там, всякого разного. Но на мой взгляд колесницы этого нет. Колесница это движение. Поэтому там, где лошадки скачут, сфинксы несутся, гуси летят, там, все такое, это правильная колесница. У Эйта, где сфинксы развалились, как собаки, на жаре лежат, там лапами помахивают, хвостом даже не шевелят. Вот это неправильная колесница. Она должна нестись. Она должна быть легкая, стремительная, быстрая. Это прогресс. Это прогресс. Вот что значит колесница. Прогресс не всегда хорошо. Прогресс не всегда хорошо? Не всегда. Это имеется в виду, наверное, когда к нему кто-то не готов? Нет. Прогресс разрушает нашу жизнь. Это удивительно, но это так. Вы имеете в виду технический прогресс? А, есть какой-то другой? Ну, наверное, человек прогрессирует в своем понимании вещей. Нет, он не прогрессирует. Метафизический какой-то. Он не прогрессирует. Нет? Поверьте, да, поверьте мне. То, что у нас было 2000 лет назад, в древнем Риме, там, какие-то политические процессы происходили. Вот ты берешь и смотришь, да? За 2000-летний поменялось ничего. Ну, как бы человек эволюционирует. Раньше он ходил в лаптях, а теперь он ходит. Нет, это лапти эволюционировали. Лапти эволюционировали. Да. Ну, кто-то... Вот они превратились туфли, там, сапоги. Да, но кто-то же их создает. Дело бросит Прада. Да, но сам человек, как был бабезяной-бабезяной, безхвостая, так он и остался ей. Дай ему волю, он сейчас вылезет на пальму, будет жрать бананы и ничего больше не делать. Все, это очевидно. Не-не-не. Если они внешне эволюционируют, мы, нет. Мы, как были, так и остались. Окей. Построили стиральную машину, построили холодильник, построили кухонные комбайны. Говорят, все, друзья, мы освободили вас от рабства. Сколько времени вы... Ну, я уверен, что вы застали еще времена, когда без стиральной машины стирали. Рабства вообще уже не застал. Нет-нет, стиральная машина. Стиральная. Когда их не было, или когда они были, вот только там барабан этот крутился. Ну, малютка, помню, была, за ней гонялись все когда-то, я помню. Да, нет, а у тебя нет этой малютки. И вот ты стираешь, ты вываливаешься, замачиваешься. Это сколько времени уходит, сколько физических сил. А сейчас... И пеленки были. Я устала. Я устала. А что ж ты делаешь? Я стирала. Это вы... То есть ты положил оттуда белье. Это вы про свою жену, простите? И вынула оттуда белье. Нет, не про свою, к счастью. Вы про стиральную машину, я понял. Да, 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 да. Я устал. Охренеть вообще. Еще мы делаем. Мы получили время. То есть прогресс должен был нас освободить. Он дает нам время, чтобы мы развивались, чтобы мы медитировали, читали книжку, пошли в спортзал, покачались, как некоторые из нас. Да. Не, съемка и сериал. Все отлично. То есть у нас есть время развиваться. Что мы делаем, как мы его используем. Я даже не хочу об этом говорить. Прогресс не всегда благо. Не всегда. Ну, где самое время мне сделать, простите, мне сделать такое, так скажем, замечание о том, что руководство радио не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласны с их мнением. Поэтому, да, это мнение, правда, одного из самых известных тарологов современности Сергея Савченко. И мы продолжаем беседу о колеснице. И вот колесница как раз это столкновение прогресса и традиции. Колесница это карта неизверженного Люцифера. Триумфальное сошествие с небес, с землю, в ад. Вот как раскрывается эта карта. Да, это прогресс. Но этот прогресс, он построен... Он вступает в противоречие с традиционным обществом. Вступает в противоречие с традиционной жизнью. Вот мы жили традицией, да, мы жили в каком-то нормальном обществе. А что происходит сейчас? Все не нравится. Ты вообще не понимаешь, как жить. Ты не понимаешь, как строится в это общество. Ценности, которые были тысячи лет, вот они существовали, эти цены, они просто перестали быть ценными. Они потеряли свое значение, свой смысл. Я собирал книги. У меня была колоссальная библиотека. У меня было несколько тысяч книг. У меня сейчас на компе больше. Больше. Да? Ну сколько они занимают места? Они занимают место самого жесткого диска, правильно? Да. Вот я купил диск на 4 терабайта. Замечательно. То есть, где вот эти книжки? Где вот эти полки? Зачем они? Зачем? Прогресс? Прогресс, да. Прогресс. Но с этой же электронной книгой с ней же удобнее работать. Я не уверен в этом. Электронная книга может и удобнее работать, но пользование электронным устройством никак не помогает нам. То есть, на это излучение какие-то и так далее. Нет? Я не знаю насчет излучения. Я знаю, что мне удобно работать, мне удобно делать выписки, мне удобно делать поиск, мне удобно писать пометки на полях. Я не порчу при этом книгу. Я всегда могу к этому вернуться. Да? Я могу найти какую-то главу. Я не должен там рыться. Я могу написать аннотацию к этой книге. Я могу работать с текстом этой книги. Я могу и так, конечно, это все делать. Да? На бумажке. Но опять, вот у меня была книга, и теперь к этой книге еще папка моих заметок. Чудесно. И вот я тоную во всех этих бумажках. Нет, это плохая идея. Это плохая идея. Но в колеснице есть еще много чего другого. Вы говорили, что это граница между землей и, не знаю, адом и раем, да? Нет, это не граница. Это сошедствие с небесным землей. Да, это как раз вот, когда Люцифер был изгнан Михаилом. А там тоже уж интересный момент такой. Ведь это не Бог изгнал Люцифера. Это Михаил и Люцифер столкнулись между собой. И Люцифер то ли проиграл, то ли выиграл. Там тоже не совсем понятно, как это происходит. А как трактовать, Сергей, скажите, Люцифера? Это, будем называть героем. Это положительный или отрицательный герой? А что такое положительный герой? Который на диване лежит? Нет. Тот, который открывает людям, скажем, знания, или тот, который закрывает людям. Он открывает. Он открывает. То есть, свет несущий. Люцифер, да, несущий свет. Несущий свет. А вот Михаил, это традиционное общество. Это традиционное общество. А традиционное общество, это тупик. Если бы мы с вами не развивались, вернее, не мы не развивались, а наши технические штуки не развивались, мы бы с вами продолжали писать книгописью, рубить каменным топором, ходить в набедренных повязках босиком. Это даже не вопрос. Ну, это здорово. Если так ходить, тогда вам надо выехать из того места, где вы находитесь, потому что там ходить сложно будет в набедренных повязках в Сибири. Немножечко сложного. Не, ходить-то можно, только просто не поймут. Не, ходить-то можно, просто не поймут. Просто когда у тебя минус 40, то это немножечко, да, это немножко создаёт сложности. Сложности, да, с набедренными повязками. Да, и вот, но это же карта ещё и победы. Но это очень интересная победа. Это победа. Но, наверное, это главное в этой карте, или нет? В Древнем Риме, триумф. Там же был триумф, Авасы, Малая Авасы, Большой Триумф, Малый Триумф. Там было чуткое определение триумфа, да, ты должен убить сколько-то врагов. То есть, соотношение твоих потерь и потерь врагов должно быть определённое. Твоих не больше, чем столько-то, а врагов не меньше, чем столько-то. Я убил врагов. Всё, я молодец, я герой. Я победил. Я получаю триумф. Меня в этот момент приравнивают к Богу войны, Марсу. Мажут лицо красной глиной, чтобы я был такой же красный, как Марс. А за спиной у меня стоит раб. Стоит раб. Который говорит мне, момент о море, плодной смерти. То есть, ты не Бог. Тебе только на время дают эти почести Бога. И вот, многие наши сегодняшние победители, которые забрались на эту трюмфальную колесницу, они забывают о том, что они не бойны. Они думают, что они бойны. Они думают, что... Но их ждёт часто разочарование. Не всегда. Но триумфы. Триумфы, да? То есть, вот я еду на этой колеснице, я триумфатор, победитель там. А за мной несут трофеи. А откуда берутся трофеи? Трофеи, это кто-то это сделал. А я пришёл и отобрал. Ну, это поверженные противники? Нет, это имущество противника. Имущество противника. Но вначале их победили, а потом забрали у них имущество. То есть, в этой карте нету морали. Нет моральных норм, нет моральных ограничений. Если я вижу доллар в вашем кармане, это оскорбление для меня. Он должен быть в моём кармане. И я пойду на любой способ, любой метод, чтобы его получить к себе. Финикийцы, которая была нацией торговцев и пиратов. Но мы же видим этих финикийцев потом, позже. Мы же видим пиратов. Ну да, пираты, собственно говоря. Мы же видим казаков. Поход Степана Разина за зигунами. Разве это не колесница? Настоящая колесница. И вот эта известная картина, когда он плавёт на ладье. Это же тоже самая колесница. Но колесница ещё включает в себя множество образов. Это образ солнечной колесницы, по которой Бог едет по небу и освещает. Солнечная ладья или солнечная колесница. В данном случае это синоним. То есть, это сама по себе карта ужасная и интересная. А триумфальное шествие императора Максимилиана. В среднем века такой был тот товарищ. Он не проводил их. Но его придворные художники рисовали эти шествия. То есть, создавали там, не знаю даже, как это назвать. Их никогда не было. Но это были такие рисунки, такие пышные, такие праздничные. Такие вот роскошные. Это как хотелось бы нам это провести. Денег нет, повода нет. Но зато мы это нарисовали. Прекрасная, замечательная колесница тоже. Вот такая вот. Вы знаете, известная во всем мире книга, которая издавалась, наверное, больше, чем издавались вообще все книги вместе взятые, которая называется «Багавадгита». Там на обложке нарисована колесница, в которой сидит возничий. Возничий роль играет его сам Всевышний, в то время Бог Кришна. И рядом с ним находится Арджуна, полководец. Но колесница играла, да, в то время просто... Возсами. Возсами. Да. В то время еще... Ну, это же первая лошадка, когда приручили, еще не умели на них ездить. Даже ассирийцы, у них вообще тоже интересная техника была. Один ассирийец едет, второй стреляет из лука. А первый ассирийц держит пол от этого лошадки-лучника, потому что они не умеют еще управлять. А скифы, когда научились одновременно скакать и стрелять, они победили всех. Тут же сразу просто разгромили. Но это потом было. А ассирийцы, кстати, ездили на лошадках точно так же, как они ездили на осликах. А там отличаются разницы. Если на лошадке надо сидеть ближе к голове животного, то на ослике надо сидеть ближе к попе, к хвосту. И вот когда они сидели, вот этой посадкой они портили лошадей. Они отбивали внутренности, то колечили их. Но они не понимали просто, как это надо делать. Такие вот интересные штуки узнаешь, когда исследуешь колесницу. — Сергей, скажите, наверняка у вас было много разных интерпретаций среди ваших клиентов, которые вас просили погадать, и вы вытягивали. Вот какие были, скажем, интересные вещи, когда колесница, ну, опять же, это белое и черное, это тоже все-таки какие-то... — Самое простое ее значение — поездка. Самое простое. То есть человек собирается поехать, поездка часто носит коммерческий характер. Часто это автомобиль. Автомобиль, то есть средство... Ну, вот есть поезд, да, он не очень свободен в своих перемещениях, он только по рельсам. Автомобиль, ты куда хочешь едешь, где хочешь останавливаешься, в любое место там пересаживаешься, выходишь и так далее. Я не помню, что у меня были какие-то особенные... Прибыль, поездка. Вот два таких, наверное, самых распространенных значения. Вот с автомобилями были забавные истории, когда гадали на автомобиле. Есть автомобили, вот просто набор железячек, и все. А есть автомобили, у которых есть свой характер, свой плот, там, свой это самое. У меня были друзья, они торговали машинами. То есть, ну, такой бизнес в свое время был в 90-е. Они пригоняли машину из Германии, продавали ее, ехали за следующей, продавали. Вот они привозят очередную машину, и не могут ее продать. Все, она не продается. Приходят, мы раскладываем карты, и говорят, вы знаете, ребята, проблема в том, что вы ее называете в женском роде, Мазда. А он МАСТ. То есть, он на вас обижается, что вы его так называете, и поэтому не хочет продаваться. Типа мстит вам. Ну, извинимся. Они извинились, у нас следующий рынок продался, Мазда татушила. Ну, и много других было забавных историй, связанных с характерами автомобилей. Вы знаете, вот интересный момент. Вы сейчас упомянули, и у меня как-то была дискуссия одна, и речь шла о машине. Я попытался, я попытался сказать, и что самое интересное, я не так давно сам об этом услыхал, о том, что у любой машины есть свой характер. Это очень интересный момент. Я не знаю, как это, конечно, связано, но колесница, машина, я знаю. Так вот, я как-то, как-то купил в свое время поддержанную машину. Это был Lexus. Как-то мне, вот люблю я такие машины. И очень мягкая. Ну, я довольно агрессивный такой водитель. И я попытался, ну, так, как положено. А машина полуспортивная, будем так говорить. И я пытаюсь ехать, и вот я, значит, там давлю на газ. Ну, там всего две педальки, там нету ручная трансмиссия. И я давлю на газ, и она как бы рывком едет. И мне непонятно, то есть вроде бы оно, на моей предыдущей машине такого не было. А эта машина, как бы проверили, все должна быть нормально. Я специально поехал на дилерскую, и там я попросил моего знакомого, хозяина на ней проехать, чтобы он проехал и сказал, вот, все нормально. Я тогда успокоился, но с другой стороны я продолжаю ехать и никак не могу понять, в чем дело. Тогда я поехал туда, там, где я покупал эту машину, и спрашиваю, кто был владелец машины. Выяснилось, что владельцем машины была бабушка, которой было 70 лет. Ну, понятно, она никак не может агрессивно ездить на этой машине. И она ездила таким образом. И я сел на эту машину, и машина, а потом я начал узнавать о том, что у каждой машины есть свой характер. И это очень интересная вещь. Как это может быть у железяки свой характер? Это же как бы нонсенс. Не у каждой. Мое мнение не у каждой. Но у некоторых есть. Я вспомнил еще одну историю. Я сел в друзья в машину, проехался, они там подвозили меня. И я говорю, вы знаете, ребята, извинитесь от этой машины. Она не хочет жить. Эта машина самоубийца. Она просто не хочет жить. Ну, они знали меня, и знали, что я обладаю такими способностями. Они говорят, хорошо, мы твои слова услышали и учтем. Встречаюсь с ними через пару месяцев. ну как? Говорит, ты знаешь, мы не успели. Мы все время думали, что это надо сделать. И откладывали на завтра, послезавтра. В конце концов, машина врезается в дерево. В щепки. Машина или дерево? Все. Все, да. Вот. Ремонту не подлежит. Ну, то есть, только выкинуть на металл. Ну да. Ни один человек не пострадал. Немножко поцарапались, там стекло разбилось. Немножко. То есть, без рамы, без ужасных вещей, без стекол в глазу. Говорит, вот мы только это сделали, мы сразу твои слова вспомнили. Мы как бы и помнили, ну, вот, думали, мы еще успеем это сделать. Ну, вот видите, такой момент. Это вот, да, это действительно очень интересно. Скажите, но, если возвращаясь обратно, допустим, вот к этой карте, колесница, она, когда попадается, как вы считаете, вам надо какие-то дополнительные, или просто, вот, вы берете всегда пять карт, и вы определяете... Я не всегда беру пять карт, я чаще всего беру пять карт. Иногда она сразу понятна, о чем идет вещь. Иногда она совершенно непонятна, и тогда, ну, достаешь дополнительные карты, чтобы разобраться, какое именно из множества значений, которые к этой карте относятся, какое именно надо использовать. Ну, а если по вопросу, там, если вопрос идет о поездке, или о транспортном средстве, или о прибыли, ну, там, конечно, все понятно. Ну, хорошо, а почему тогда она вызывает вот такой, скажем, интерес, и такая неоднозначная интерпретация этой карты, потому что, ну, вот, если читать разные, скажем... Я вам скажу, это касается всех карт, без исключения, всех, любви, какой ни возьми, да, я поймал себя на том, я читаю лекцию про карты, и говорю, знаете, это очень интересная карта, и я говорю это про каждую карту. То есть, ничего такого особо необычного, именно в конкретно в этой карте? она интересная, но все остальные тоже интересные. А есть ли какое-то, скажем, аналогия, опять же, если говорить, ну, вот, я все время сбиваюсь, можно сказать, на нумерологию, можно ли говорить о том, что есть какое-то, допустим, соответствие цифре 7? Я скажу честно, я не вижу никакой связи, никакой связи между нумерологией и нумеральной карты. Нет, в данном случае нет, но интерпретация какой-то цифры, вот, конкретной цифры, она, вот мы с вами обсуждали прошлый раз карту номер 6, и там была Венера, и, в общем-то, и вы подтвердили, да, действительно. Венера там есть, а вот про шестерочку я промолчу, точно так же и с семеркой, я не вижу этих параллелей, может быть, я плохо знаю нумерологию, но для меня не очевидно, я не учитываю номер карты, что у меня 7 карта, значит, 7 день недели, 7 месяц, 7, 7 часов. я как раз это не учитываю, то есть, семерка, то есть, имеется в виду, в нумерологии, будем так говорить, 7 видимых планет, да, 7 дней недели, да, действительно, но каждая карта несет свою, скажем, энергию, и вот эта неординарность, допустим, семерка несет, это какая-то, действительно, непонятен человек, который, к примеру, родился... Ну, семерки-то, в смысле, в колеснице, там все понятно, человек живет ради прибыли, если речь идет об отношениях, это коммерческие отношения, ну, у нас с вами не коммерческие отношения, а если бы вы мне платили за интервью, или я бы вам платил за интервью, вот, пожалуйста, вот у нас коммерческие отношения, Если речь идет об отношениях мужчины и женщины, там 100% присутствует коммерческий интерес. То есть, кто-то от кого-то что-то получает. Кто-то рассчитывает поиметь какую-то прибыль от этих отношений. То есть, не просто переспать, но получить подарок и только потом переспать. Ну и так далее. Эта карта как раз, у нее много значений, но они понятные. Она не вызывает такого чего-то странного, неординарного. По сравнению с другими картами, это очень просто. То есть, скажем, разночтение, ведь само по себе белое и черное, оно как бы уже по определению предполагает о том, что может быть ситуация белая, воспринимать ее можно как положительную и как отрицательную. Мы с вами пошли в казино, да? Да. Кто-то из нас выиграл 100 рублей. Второй 100 рублей проиграл. Так. Да? Это плюс или минус? Для... Это белый или черный? Ну, понятно. Для кого-то... Тот, кто проиграл... Да. Это минус. Тот, кто проиграл, это были последние 100 рублей. То есть, ему тебе только пойти и повешаться. А для того, кто выиграл, было там 100 миллионов, ну еще 100 рублей. Это даже смешно очень. Даже не заметил. Пошел, время провел там. Да, то есть, даже не напрягся от этого выигрыш. И проиграл бы здесь 100 рублей, и тоже бы не напрягся ни единой секунды. А человек, допустим, идет выигрывать. Думает, я выиграл там, я выиграл 100 рублей. А у него 100 было, ну, 200 стало. Вот смотрит, ну и что я вот это и выиграл. Что поменялось, что это у моей жизни. Никаких вина не поменялось. Поэтому вопрос о белом и черном, это очень такой специфический вопрос. На старых колодах лошадки, ну и другие там животные, они часто были не раскрашены по-разному. То есть, они были одинакового цвета. И меня это вполне устраивает. То есть, я не циклюсь на том, что одно животное белое, второе черное. Я считаю, это не очень важной, не очень существенной деталью карты. Да, это интересно, вот в плане аналогии с Платоновским Федором, но не более. Это такая очень рациональная, очень умственная аналогия. Не главное в этой карте. Вот намного интереснее было провести параллель между Триумфами и походами казаков. Что украинских казаков, которые, ну они же фактически занимались грабежом. Казаки это реально такие же пираты. Они и в то же время существовали практически. Только это сукопутные пираты. Кроме всего прочего, кроме национально-свободительной борьбы, они жили за счет грабежа. Они ездили грабить турок, там татар, всех остальных прочих. Что донские казаки, которые ходили на Персию, которые ходили на Кавказ, точно так же грабили и так далее. Такие же пиратские штуки были. Вот это было интересное наблюдение. И связать их с финикийцами. И вот эта победа, вот эта триумф, вот эта прибыль, которую ты получаешь. Но на ней видны кроме слезы. Но для Триумфатора это не имеет значения. Понятно. Ну, хорошо. Тогда, Сергей, я полагаю, в связи с поздним временем и вашей стопроцентной загруженностью, а тем более еще походами куда-то зачем-то в Хеллс Клаб, там, здоровье зачем-то. Вот тут все понятно и так. Сидишь тут и электронными книгами занимаешься. Да. Но, тем не менее, тем не менее, давайте мы тогда закончим. Действительно у вас уже поздновато. А в следующий раз, ну, раз мы уже начали тут разбирать арканы, там, шестой и седьмой, ну, давайте мы, может, продолжим, мы начнем. Это у нас получится такой заочный курс, да? Не надо, да? Я не знаю. На самом деле, я не знаю. Хорошо, давайте мы сделаем так. Простой, теоретически, не надо никакого курса, просто, скажем, ну, человек, допустим, решил позаниматься, ну, не все же приходят в русскую школу-то, конкретно. Не зря. Да, и зря. Я все время об этом говорю, кстати. Но у всех путь один. То есть, я так, скажем, понимаю, ну, надо было бы взять карту и, как вы это делали сами для начала, ее значение определить. Причем, опять же, в разных колодах Таро есть разные значения, как трактовать. Но, как минимум, казалось бы, хотя бы в первом приближении надо знать, что эта карта означает. А дальше начинать анализировать и уже визуализировать или, допустим, медитировать, самый лучший вариант в этой карте. То есть, если я буду смотреть в эту карту и буду, скажем, на нее медитировать или входить в этот аркан магическим каким-то там своим взором, то, наверное, я как-то буду определять ситуацию, которая с этим связана или с тем человеком, которому выпала эта карта, ну, как-то вот так вот. А не автоматически, не механически. Или вы все-таки рекомендуете, без относительно того, что вы сам руководитель школы, какой путь был бы самый для начинающего Таролога лучше? Ну, давайте мы об этом поговорим. Это действительно интересная тема. А я хотел, как вы же знаете, что я в последнее время сильно задумался над темой успешный Таролог. Вот что такое успешный Таролог, да? Какого Таролога можно считать успешным? Чем будет нерело этого успеха? Вот интересная вещь. У меня сегодня было совещание, по-русски говоря, там, или митинг, с моими новыми, будем говорить, партнерами, потому что мы с вами обсуждали, что, в общем, сейчас начинается как бы компания, которая будет называться Secret of Success. Сексес – это по-английски успех. Да, секреты успеха. И вот вы сейчас говорите «успешный Таролог». И вот как раз вопрос, опять же, что является мерилом успеха? То ли Таролог, то ли астролог, то ли просто человек, бизнесмен, успешный он, в чем он успешный и что такое успех? Это действительно интересно. Но поскольку у нас программа как раз-таки с вами именно идет о Таро, то было бы органично, может быть, общая тема, что такое успешный человек, но, тем не менее, с уклоном, конечно, в Таро. Это интересный момент. Хорошо, тогда мы об этом поговорим. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить от своего имени, от имени моего ближайшего коллеги, если можно так сказать, аватара Сергея Савченко с этим временем, которое он нам посвящает и образовывает людей, потому что это действительно наука, которая еще не понята многими, которая еще не принята многими. Но с помощью наших программ, я надеюсь, таких людей будет становиться все больше и больше. Хорошо, спасибо. Договорились. Спасибо вам. Всего доброго, дорогие друзья. Программа записывается, будет выкладываться в YouTube. sungatesradio.com, sungatesradio.com и sungates108 нас слушает, вот, задает вопросы, но другому человеку. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Всего доброго, до свидания, спокойной вам ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok